Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава тридцатая Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, И облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя, а ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долга на земле, для овладения которой ты переходишь, Иордан. Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать теме на земле, который Господь с клятвою обещал отцам твоим Авраму, Исааку и Якову дать им. Глава тридцать первая И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля. И сказал им, теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей. Господь, Бог твой, сам пойдет пред тобою, Он истребит народы сие от лица твоего, и ты владеешь ими. И Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями амарийскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал Я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, который Господь клялся отцам его отдать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам львийным, носящим ковчег завета Господне, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жены, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею, вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моисей и Иисус и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею, вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед богов, вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их и сокрою лицо Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он тот день, не потому ли и постигли меня сие бедствия, что нет Бога Моего среди меня? И я сокрою лицо Мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отца Моих, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказал, возьмите сию книгу законом и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою, вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей. Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Субтитры подогнал «Симон»